МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По оперативным данным, обвиняемая была столь пьяна, что не смогла вспомнить, как вонзила в голову родного брата кухонный нож. Все были в очень сильном состоянии алкогольного опьянения. Соответственно, из-за состояния своего алкогольного опьянения она даже изначально не поняла, что она совершила. Обвиняемая сожителем проживает в Твери на съемной квартире. В тот день навестить сестру из Конаково приехал брат. В настоящее время она не работает, проживает на съемной квартире, родители у нее отсутствуют. Единственный родственник – это был ее брат. Она с декабря месяца употребляет спиртные напитки, нигде не работает, ведет асоциальный образ жизни. В ту ночь после выпитого родственники стали выяснять отношения. В детстве и в подростковом периоде у них часто происходили конфликты, которые они решили выяснить в ходе распития спиртных напитков. Внезапно женщина схватилась за нож. Один удар в голову. Молодой человек даже успел вынуть нож и бросить его в мойку, а потом упал замертво. Я не буду давать никаких комментариев. По нашим данным, у убитого осталась жена и маленький ребенок. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Дознанием линейного отдела МВД России на станции Тверь завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в хищении куртки, принадлежащей одному из посетителей привокзального кафе. В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина, покидая кафе, увидел на спинке стула оставленную без присмотра куртку и без размышлений забрал ее себе. Благодаря яркой примете, огромному походному рюкзаку оранжевого цвета, злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Похищенная изъята. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресесуального принуждения в виде обязательства о явке. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Субтитры создавал DimaTorzok